Лео, Лео! Лео! Иди сюда, иди сюда! Ну что ты, ну что ты! Все, кто хоть раз были в Дубоссарском зоопарке, знают этого голубоглазого красавца. Лео встречает и провожает гостей. В перерыве обходит свои владения. В этом вольере пополнения. Лео проверяет, как дела у нового обитателя зоопарка. Малышка Зара появилась на свет под Новый год. Сейчас чувствует себя хорошо. Значит, Лео бежит дальше. Теперь небольшая остановка у кроликов. У кроликов тоже небольшое пополнение. Причем мама, папа были беленькие. А получился вот такой вот черный, пушистый символ года. Как так получилось, ни мама-крольчиха, ни наступивший 2023 год нам явно не ответят. В замешательстве и сам Лео. Розовый нос с любопытством рассматривает своих маленьких пушистых соседей. Но в зоопарке к сюрпризам привыкли. Этих ушастых приняли с особым трепетом. Говорят, это знак. Год будет хорошим и богатым на любовные приключения. Это знаете, такое чудо родить? Это знаете, такое чудо родить пушистое? Ой, 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 какой красавчик. Идем дальше. Пушистый хвост уже стоит на задних лапах. Что он там разглядывает? А, это у морских свинок новое развлечение – качели. Лео бы сам с удовольствием прокатился, но сюда его не пускают. В семействе грызунов много беременных самок. Им лишние нервы ни к чему. Весной, говорят, морских свинок будет в два раза больше. Пока разрешили познакомиться с этими малышами. Им всего пара недель. Живут с мамой отдельно. Как только окрепнут, подрастут. Их вернут в общий волье. Пора и Лео возвращаться домой. Тем более, тут его уже ждут. Невесту зовут Чебурашка. Семейная пара скоро станет родителями. Лео так рад, что не может скрыть эмоции. Весна сюда пришла раньше. Ничего милее вы сегодня не увидите. Вот такая любовь в Дубасарском зоопарке. Мягкая и пушистая, согревает лучше всяких пледов и не боится никаких морозов.